В первую очередь, что лидеры, наверное, они отличаются виженом большим. То есть они придумывают себе, как они хотели бы, чтобы было, и потом уже натягивают на свой этот глобус все остальное. Масштаб личных, как бы масштаб целей больше, да? У менеджеров есть задачи, которые они выполняют в рамках видения лидера. Вот, наверное, вот так вот правильно бы сказать. Потому что далеко не много менеджеров обладают прям видением. Вот штука видения, да? Это вот когда ты спрашиваешь у директора какого-нибудь, скажи, пожалуйста, через три года какой ты видишь свою службу, какая она должна быть, на каком принципиально другом уровне. И раз, и теряются многие топы, коммерческие директора, финансовые директора и так далее. Потому что они в рамках задачи, которые поставлены перед их подразделением, их компанией, они делают свою работу. Чтобы вывести там на принципиально другой уровень своих людей, свою команду, ну, так размышляют немногие. И, как правило, эти немногие, они становятся визионерами там предпринимателей. А второе, наверное, что менеджеры, они людей воспринимают, в первую очередь, как такой, в хорошем смысле слова, ресурс. То есть для выполнения задач. Есть люди, команда, они ее там любят, возможно, там и так далее. Но это ресурс для выполнения задач компании. Лидеры, на мой взгляд, они относятся к человеку, который у них работает, как к личности. У которого есть свои мотивы, свои сомнения, там, свои переживания. И они человека уважают. Мне кажется, уважение – это, наверное, ключевой скилл такой, ключевая характеристика лидера. Когда он не просто как к ресурсу, как к винтику в системе, как к сотруднику относится, а именно как к личности. А ты что думаешь? Ну, я здесь с тобой абсолютно согласна в видении и в масштабах цели. То есть лидер смотрит вдаль, а менеджер смотрит в сегодня, что я сегодня для этой дали. И ведь многие же менеджеры, они хотят перейти на новую ступеньку, развивать вот этот лидерский потенциал. И я с тобой согласна, что нужно развивать вот эту возможность, способность видеть чуть дальше, прогнозировать, создавать. Да, сначала это горизонты вот такие будут, да, или там вот такие узкие, но со временем, со временем это будет все переходить. Ну, я абсолютно с тобой согласна, что менеджеры смотрят на людей, как на ресурс. И знаешь, это прямо по таким триггерам можно. Ой, эти уйду, других наберем. Незаменимых не бывает. Незаменимых не бывает, да. Ну, их правда не бывает. Их вообще-то правда не бывает. Но когда это говорится с пренебрежением, да, потому что я иногда… Вообще, когда это транслируется. Да, просто, например, там бывают ситуации, когда приходит руководитель, блин, у меня уходит такой-то сотрудник, я расстраиваюсь, я говорю, ну, огорчительно. Давай проведем диалог, подумай, почему уходит. Но убиваться поэтому не надо. Незаменимых не бывает. Найдем, воспитаем, учтем ошибки и посмотрим, как будет дальше отношение развиваться. Ну, и я бы еще добавила не просто как личности, а как капиталу. Ну, даже, ну да, классно, классно. Да, потому что я тогда как лидер буду в него вкладываться. Инвестировать. Время. Чтобы он потом дивиденды приносил. Деньги, знания, да. То есть я… мне же нужно, чтобы капитал рос, да, а значит, я туда должен внимание, энергию свою инвестировать. Поэтому у меня с тобой очень схожее видение, да, и я думаю, что этот переход возможен между менеджером и лидером. Конечно, возможно. Я вот вырос, например, да. О, давай как раз об этом поговорим, потому что ты не просто из менеджера перешел когда-то в лидерскую позицию, да, ты перешел потом в позицию предпринимательскую и более того в позицию мета-лидера, да. Вот кого я называю мета-лидерами, это руководить лидеры, под которыми другие сильные лидеры, да. То есть ты уже сейчас в своей группе компаний, имея разные направления бизнеса, на этих местах имеешь самостоятельных сильных лидеров. Да, я очень рад этому. Да, и особенно… Ребята, спасибо вам большое, я вас люблю. Да, это особенный труд ими управлять, да, особенный вызов.